здравствуйте не рискну утверждать что я такой один обращаю внимание своих зрителей и слушателей на эту проблему как впрочем не могу не заметить что таких как я очень и очень к сожалению немного а проблема состоит в том что до сих пор после полутора лет горячей фазы войны в украине российская пропаганда российские медиа плане во всех собственно планах переигрывают и украинские и западные но на западе уже не раз и многие ну некоторые скажем так говорили что достаточно много прикормленных начинают различных международных организаций заканчивая крупными не очень изданиями будь то печатные будто электронные а российские учитывая что они вещают продолжают вещать естественно русскоязычное пространство во всем мире закрыли rush a today там на немецком еще на каком-то ну конце концов на ютюбе хватает и да и в интернете и они продолжают создавать нужную властям нужную кремлю картину вот недавно буквально день или два назад прочитал следующее что российские блогер кстати говоря с учетом дальнейших так сказать привязки к местности раньше писали блогерша сейчас пишут блогер дальше называют там какой-то ресурс на дзене или где-то то есть не фамилия блогера не имени и не возраста там ну ничего то есть некий блогер в данном случае мужского по в других случаях женского побывал в германии и возмутился многими вещами вот в частности то что последнее было опубликовано это то что немцы страшно экономит на воде электричестве и моющих средствах на стиральных порошках поэтому чтобы часто не стирать пропавшую потом одежду вот в летнее жаркое время они и носят по нескольку дней каждый день после использования так сказать вывешивают на улицу там не указано это на балконе во дворе дома или еще где-то там на берегу реки но тем не менее вывешивают скажем на свежий воздух проветривай чтобы она не не так по хлопотам и на завтра одевают опять то есть про экономия уже сказал но наверное экономит еще и на моющих средствах смысле средства для душа средства гигиены дезодорантах парфюме ну то есть экономит на всем поэтому вещи вывешивают и проветривают и и дальше так но это надо думать что там этого не было написано надо думать что виноваты во всем конечно же санкции которые европы была против россии и от которой страдает сама европа плюс этот же анонимный блогер значит еще его там не помню то ли удивило то ли возмутило привычка немцев не снимать обувь входя в дом и опять же удивило то что перед приходом гостей немцы все немцы засыпают в унитаз соль чтобы и запаха там не было и потом было легче чистить потому что гости соответственно будет это в количестве в большей степени посещений но вот соответственно чтобы вот избежать каких-то скажем неприятных что ли негативных последствий будь то запах будет чистка сантехники во первых я таких немцам не знаю с другой стороны сразу же оговорюсь что не имею привычки и не могу естественно говорить за все 82 3 4 миллионное население германии во первых в этих 84 миллионов достаточно много миллионов почти не немцев или совсем не немцев ну по крови по рождению если это блогер скажем посетил каких-нибудь выходцев из казахстана или со средней азии ну возможны варианты не хочу никого обидеть или в чем-то обвинить это одна сторона значит вторая которая с этой же связана это то что вообще вот это вот российская привычка наглая имперская вот такая вот снобистская что лес высока по одному или двум случаем даже имевшим место в реальности вешать ярлык на весь народ или там на все на данном случае на все население германии ну потому что по здешнему законодательству если у тебя немецкая гражданство значит и как бы до юра немец то есть выходить из турции из бывшего ссср откуда угодно но немец поэтому вешать вот такие ярлыки на все население но как бы это по меньшей мере сказать некрасиво это нынешнюю российскую пропаганду просто похвалить но дело в другом сожалению большому моему сожалению дело в том что коль это пишется или говорится на youtube каналах по телевизору значит есть много достаточно много людей которые а либо в это верят б либо ну почему может быть может там никогда не были или если были то не видели но почему бы и нет ну всякое бывает что у них там германия же нацизм был там чуть что же при каждом удобном случае вспоминаю и естественно это касается не только германии появляются ну про германию говорю поскольку это мне ближе и знакомие а появляются и о других странах подобного рода публикации и в общем то я даже готов согласиться со своей женой которая сказала а вот этот вот ну когда ей подобное читаешь у нее она изъясняется исключительно на французском или на древнегреческом то бишь непечатными выражениями так вот если перевести на нормальный язык так она чего ты собственно взял что этот блогер или там неделю назад полторы что ты мне зачитывал то я блогерша не названа опять же анонимная что они вообще были в германии что не сидит там как у кто-то на зарплате на той ленте ru в других интернет или печатных ресурсах и глядя пристально в потолок не сочиняет тот бред который в данный момент пришел в голову сегодня вот про проветривание потной одежды вчера про насыпание соли в унитаз перед приходом гостей позавчера еще там про что-то одну там позавчера или когда ну в одной из предыдущей публикации значит что очень грязно на улицах дороге в германии вообще ужас я не говорю что они идеальны сравните с российским возьмите конкретный провинциальный городок или населенный пункт немецкий сравните с аналогичным региональным там в глубинке российским аналогичным по служителей там по площади неважно почем по каким-то сопоставимым параметр и что называется почувствуйте разницу но еще раз повторюсь я как-то на днях фейсбуке об этом написал что просто уже неужели столько деды тупых которые продолжают во все это верить ну правда как сказал советник головы офиса президента украины михаил подоляк у россиян сейчас одна главная проблема они не понимают русский язык то есть вещал он это на русском там на разных каналах включая знаменитых российских оппозиционеров и оппозиционер к латыни ну там и так далее то есть может быть действительно в этом проблема но тогда остается открытым вопросом на каком языке им вообще говорить оставайтесь здоровы слава украине живи беларусь